Организаторы финансовой пирамиды, продававшие поддельные акции, понесли заслуженное наказание. В ходе судебного разбирательства в Октюбинском городском суде стало известно, двое граждан Таджикистана и Казахстана незаконно присвоили 7 миллионов 94 тысячи тенге. На их удочку попались 11 человек. Мошенники выдавали себя за представителей крупной иностранной компании и предлагали людям инвестировать деньги в ценные бумаги всемирно известных холдингов. Вкладчикам обещали ежемесячный доход в 5-6%. При этом минимальная сумма депозита составляла 1 тысячу долларов. Но сколько веревочки не видится, а конец будет один. Финансовая пирамида вскоре была раскрыта. А ее организаторы предстали перед судом. Основываясь на изложенных требованиях закона, суд назначил Баба Юрову 3 года 6 месяцев. С учетом наличия молодых детей назначил 3 года лишения свободы. Доход государства конфискованное имущество, приобретенное на средства добытой преступным путем. Приговор в данный момент в закону силы не вступил. Жертвами финансовой пирамиды стали жители Кокши-Тау. Пока сотрудникам прокуратуры известно о 60 потерпевших, но не исключено, что их может быть и больше. Выяснилось, что доверчивые граждане потеряли в общей сложности больше 24 миллионов тенге. Дело в том, что мошенник предлагал вложить определенную сумму денег, чтобы получить сверхприбыль. Собирал он участников в одном из известных мессенджеров. После сбора денег администратор группы перестал выходить на связь. Обманутые вкладчики обратились в полицию. Злоумышленника нашли оперативно. К слову, только в этом году в Акмолинской области было выявлено 4 факта создания финансовой пирамиды.